ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Животное семейство кошачьих, пантеры, тигрис. Ну, на самом деле, это просто Александр Сарнавский по прозвищу тигр. Весовая категория до 70 килограммов, как я уже сказал, против марцового сезара по прозвищу грачинья или грацинья. Как здесь правильно произносить, дорогие друзья, это все-таки к специалистам и лингвистам, буду произносить грачинья, как у меня в представительной файп-карте написано, предварительно, естественно. 14 побед без поражений, самый лучший непобежденный проспект Европы по версии Шарбуком, я, кстати, с ним и согласен. Достижения, ну, здесь хватает. В основном, конечно, это армейский рукопашный бой. Ну, о достижениях сначала Александр нам заявит, а потом уже я что-то дополню. Бойцу 27 лет, рост 176 сантиметров, официальный вес 70 и 25 сотых килограмма. 27 лет, официальный вес 17,25 килограмма. Профессиональный рекорд 20 боев. 14 побед, 5 поражений, 1 ничья. В прошлом член легендарной команды ШУТБОКС. Участник и победитель турниров БММА Англия. Сторм Самурай, Нитрикс, Бразилия. Бушидо Литвене, Литва. Дамы и господа, встречайте, ladies and gentlemen, representing from Curitiba, Brazil, Марсио Грассиа. Сезар. И его соперник справа от меня в красном углу ринга. Ему 22 года, рост 180 сантиметров, вес 69,8 килограмма. Профессиональный рекорд 14 боев, 14 побед. Победитель Кубка Чебега по армейскому рукопашному бою. Победитель турнира Томский вызов 2009. Победитель турнира Битва гладиаторов 2010. Победитель турнира М1 Селекшн Восточная Европа 2010. Победитель турнира М1 Челлендж 2011 США. Победитель международного турнира Кубок Мэра 2011 Хабаровск. Лучший легковес России. Лучший непобежденный проспект Европы по версии Шердок Ком. Дамы и господа, с удовольствием представляю. Из Омска Россия, не знающий поражений, Александр Тигар Сорновский. И инструктаж от рефери Виктора Корнеева. Заключительный инструктаж перед тем, как прозвучит гонг четвертого поединка. Командная встреча сборной Бразилии против сборной С-70, Самбо-70. Ну и, конечно, здесь соперники друг друга более чем достойные. Сезар, который тренировался вместе с Мэлвином Манхуфом и Бадром Харри в Голландии. Из 14 побед 12 досрочек. Чудбокс за плечами. Очень серьезный. Очень серьезный послужной список. И Сорновский, непобежденный, с великолепной ударной техникой. И, конечно, ему порадных мало. Единственное, что не стоит ни в коем случае доводить басмалки в борьбе, в которую будет Марцово Сезар лезть всеми вас общедоступными методами сил. Ну, иногда, знаете, за что борешься на то и напарываешься. Сейчас замок не очень он плотный держишь. Можно, конечно, можно сесть на спину. Можно попробовать что-то создать в борьбе. А можно просто соперника подвязать. С тем, чтобы подняли в стойку. Не бороться большое количество времени, а что-то придумать. Сорновскому сейчас довольно тяжело в каком плане. Он и непобежденный, ему надо статус фаворита подтверждать. Раз за разом, каждый раз. А сейчас оппонент более чем серьезный. Какой он душавший. Ой, какой душавший. Дави, 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 ну! Здесь не получится уже выскочить. Есть замок. Есть замок, будет терпеть, конечно, до последнего. Или уснет, или сдастся. Сдался! Вот это да! Как бы там и тяжело не было, Александр, как бы не давил такой незримый, конечно, груз ответственности, груз уже собственных достижений. Но задушить такой пообразится, это надо увидеть. Ничего, кроме восхищения. Я мог ожидать от этого поединка чего угодно. Нокаута. Сейчас такое ощущение, что Марцов просто готов расплакаться от того, что произошло. И я, в принципе, его понимаю. Проиграть на первой минуте боя удушающим. Ну, это просто что-то за пределами, вообще за грани добра и зла. Эмоции сейчас просто перехлёстывают. Утушающим приёмом победа держа Александр Тигар Сарнавский. 4-0, дорогие друзья. Александра Сарнавского поздравлюсь с этой великолепной победой. До великой, конечно, здесь назвать я не могу. Но это, знаете, это очень и очень серьёзный шаг. И те авансы, которые сейчас Александру раздают в данной весовой категории, это, конечно, всё очень и очень оправданно. С удовольствием давайте наблюдать. Всегда приятно смотреть повторы, когда наши побеждают. Не правда ли? Вот это вот система контроля. Заправленные ноги. Туда растащить. Несмотря на то, что лежит в углу и возможности прогнуться нет, своего соперника попросту додавил. Какая улица. Как традиции, высвеченной триколором нам.